Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снимаю новый влог, так что кому интересно, продолжайте смотреть. И начинаю я свой влог, конечно же, с завтрака. На завтрак у меня был омлет с сосиской и овощной салат, заправленный сметаной. Также в этом видео я бы хотела вам показать покупки, совершенную мною, с магазина La Moda. Это покупки, связанные со школой. У меня в этом году мой старший ребеночек идет в школу, и нам буквально недавно подтвердили, что мы попадаем в ту школу, в которую мы хотели, чему я очень-очень-очень сильно рада. Возможно, кому-то будет интересно. Я купила все это с сайта La Moda. Мне очень нравится этот магазин. Я уже говорила, что я могу заказать 10 вещей, все померить и приобрести только то, что мне понравилось. Поговорив в школе, конечно же, я спросила, что входит в форму и так далее. В общем, у нас нет определенной формы, которую нужно заказывать именно в школе. У нас просто должен быть темно-синий цвет. Там, допустим, темно-синяя кофта, темно-синий пиджак, темно-синие брюки. Ну, в общем, что-то такое. И я купила в магазине La Moda своему ребенку вот такие вот замечательные... Как правильно? Это называется магазины, наверное, да? На сменку. Они очень прикольные, очень мягкие, очень удобные. Моему ребенку очень они понравились. Мне понравилось то, что здесь вот такие вот дырочки. Внутри они кожаные. А сверху здесь кожзам. Все прошито. Мне кажется, для мальчишки цена на них, кстати, была достаточно приемлемая. Я их вообще приобретала со скидкой. Так что, мне кажется, для школьника бегать просто супер. Кстати, размер у меня у ребенка 33. Следующее, что я вам приобрела, это были темно-синие брюки. Вот на такой резинке. Потому что, ну, у меня ребенок любит, когда нету всяких застежек. Обычно темно-синие. Они, на самом деле, тоже достаточно приятные. В общем, я все покажу. Даже попросила ребеночка все померить. Вот такие вот замечательные. Мне кажется, тоже для школы будет просто супер. Ссылки я вам оставлю внизу. И вот такую темно-синюю кофточку на молнии. И мне это очень сильно понравилось. Знаете, потому что вот это вот застегивание пуговиц, это как бы не его история. Поэтому я взяла вот такую кофточку. Может быть, когда-то будет прохладно. Заместо пиджака я спрашивала, можно у нас одевать такие кофточки. И также хочу показать вам рюкзак, который я приобрела. Возможно, это не портфель или что-то такое. Но мой ребенок будет... То есть я своего ребенка буду возить в школу на машине, забирать на машине. Потому что школа находится... Ну, скажем так, я живу в пригороде, школа находится в черте города. Поэтому мне придется его возить. И я разрешила своему ребенку выбрать портфель, не знаю, рюкзак себе, такой, какой он хочет, чтобы, ну, все-таки школа 1 сентября, чтобы он пошел с удовольствием и пошел именно с теми вещами, которые бы ему очень нравились. Ну, я за таких вещей. Поэтому он себе выбрал тоже на сайте Ламмона вот такой вот рюкзак. Кстати, он шел в разделе школьных рюкзаков. Здесь спинка жесткая, регулируются вот эти ремешки. В комплект идет вот такой пенал, который пристегивается. Внутри всего лишь одно отделение. Для мальчика, на самом деле, это самое оно, потому что они, мои дети... Ну, то есть он никогда у меня, знаете, все запихнул в одно место и все, и пошел. Если куча карманов, то шанс что-то найти уже становится намного меньше. То есть он просто один карман, все, и вот здесь вот маленький кармашек отделы для бутылочек. Конечно, самоткань, я могу сказать, что, не знаю, большое количество учебников, наверное, не выдержит. Но ему ребенку очень понравился, и раз понравился, пусть идет с удовольствием. Первого сентября я только за. Порвется этот рюкзак-стол недорого, не пять тысяч, как некоторые. Когда я посмотрела, я, честно, была даже немножко в ужасе. Вот, а всего лишь он мне обошелся в 1400, там, с хвостиком рублей, поэтому я подумала, ну, почему бы нет. Главное, что 1 сентября пошел с удовольствием. И для сменки вот такой вот мы взяли пакетик, да, который просто завязывается. Внутри всего лишь одно отделение. Просто хотела показать, знаю, что меня смотрят еще и мамочки. Поэтому я думаю, что, может быть, кому-то будет это полезно. Я оставлю вам все ссылки в описании. Обязательно заходите, посмотрите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня у нас на ужин рыбные котлеты, фаршированные грибным фаршем. Для этого у нас имеется пангасиус, две упаковочки, грибы шантиньоны, замороженные, лук. Начнем с грибов. Я их немножко размородила. Вот положила в ручкачок. И сейчас я их мелко-мелко порублю. Пока они не растаяли, вот будем их мелко-мелко рубить. Все, я их порубила. Теперь эти грибы я буду выкладывать на сковородку без масла и поставим на огонь их. Это для того, чтобы испарилась вода. А если положить масло, то оно будет прыгать, будут прыгать. Вот так вот будут испаряться. Нарежем лук. Орежем мы их мелкой крошечкой. Теперь, значит, мы вот у нас кусок рыбы. Он толстый, его не завернуть. Я постараюсь его вот так вот разрядить, делать потоньше, чтобы завернуть его в рулетик. Это у нас дегустатора. Да, это снимает пробу шерпая. Вон еще один. Кладем лук, маслице и завариваем. Водичка у нас высохла, испарилась. Сухая, сухую у нас получаются грибы. Теперь можно добавлять масло и жарить лук с грибами. Показать. Пока жарятся грибы с луком, немножко отобьем рыбу. Чтобы она была, она удобнее, ее было удобно заворачивать. Наш фарш. Мы его посолим. В этот фарш можно добавлять все, что угодно. Можно добавлять остатки из этой рыбы. Вот такие обрезки. Можно добавлять консерву. Все, что угодно. Любой фарш. Теперь берем карбон. Я ее беру. Складываю двойнее. Для надежности. Теперь беру с маслом. Беру рыбу. Перчик. Это перчик. Соль. Делаю домиком. Бегу вам. Вот так вот, чтобы фарш был внизу. Как манты, да. Вот у нас остался парш. Чтобы он не пропадал. Ставим в разогретую духовку. 180 градусов на полчаса. Да. Ну, до готовности надо смотреть. Примерно полчаса. Да. Чуть-чуть побольше. В зависимости от рыбы вообще. Рыба, кстати, может быть филе любое. Абсолютно любое. И треска, и оконь, и все что угодно. Главное, чтобы не разваливалось. Да. В конце концов, можно даже попробовать. И просто фарш сделать из рыбы. И вот это все туда положите. И пёса ждет еду. Да, вот. Да, моя девочка. Ты тоже кушать хочешь? Думай, братка. Кушать хочешь? Кушать хочешь? Думай, девочка, кушай. Кушай. Мой любименький. Там зубочистка. Ну и на сегодня я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, он был для вас полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч.